Здравствуйте, дорогие мои друзья и соратники! В этом выпуске я опять хочу поговорить с вами о загадочном явлении или существе, которое одних наказывает, других чему-то учит, над третьими просто подшучивает. Ну, в общем, вы поняли, что речь пойдет о черном тумане. Ну, а так как этот выпуск появился благодаря материалам товарища майора и его личным с ним столкновением и свидетельством, то и мне, соответственно, пришлось его сделать не в формате сказки. О каких сказках может идти речь, когда в дело вмешивается товарищ майор? Ну, а для тех, кто не понимает, о чем я тут вообще, все ссылки будут в описании. В путешествиях по Кольскому полуострову я, конечно же, неоднократно попадал во всякого рода туманы. Здесь и далее я буду рассказывать от лица товарища майора. Но ничего необычного, кроме стандартных неудобств, связанных с ограниченной видимостью, я не испытывал. За исключением одного случая, произошедшего в июле 2019 года. В тот раз мы с другом, заядлым рыболовом и сотрудником поискового отряда МЧС, приехали рыбачить на реку, западную майку, на полуострове рыбачий. Погода была солнечная и безоблачная. Разбив лагерь у истока реки, мы решили пройти по всему течению до Устья. Расстояние километров 12. Но после тряски в машине такая прогулка была в удовольствии. На всем протяжении нашего пути мы не встретили никого и только у самого Устья натолкнулись на одиноко стоящий красный джип. Ни людей, ни палаток рядом не было видно. Но мы и решили, что хозяева машины пошли посмотреть знаменитые древние писаницы на ту сторону реки. А потом мы повернули обратно. Место это мы знали отлично, как свои пять пальцев. Само по себе оно удивительно красивое и богатое на памятнике археологии и природы. Тут грулоты с наскальными рисунками и вид на зубовские пески и курганы, напоминающие могилы викингов. Если бы я был бы мистиком, я бы сказал, это место силы. Хотя без всякой мистики особенный настрой в таких местах ощущается всегда и всеми. Мы шли вдоль реки по самому берегу. Слева река, справа невысокие сопки, впереди виднеется гора Май. Пройдя примерно 5-6 километров и выйдя на трассу, образовавшуюся между сопок, мы вдруг увидели, как на нас надвигается туман, белый как молоко. И в этот же момент замолчали птицы. Ну, туман и туман, заблудиться невозможно. Слева слышится шум реки, не промахнемся. Оказавшись в тумане и не испытывая ни малейшего беспокойства, мы шли и разговаривали о странной пещере, которую мы обследовали накануне. И вдруг перед нами из тумана выплывает машина. Первая мысль. Откуда машина? Здесь же дорог нет. И подойдя ближе, полное недоумение. Перед нами та самая машина, которую мы оставили по нашим соображениям позади, в 10 километрах. Мы переглянулись и несколько минут стояли молча. Потом мой друг очнулся и первым выдавил. Это как так? Буквально на глазах. Туман даже не то чтобы рассеялся, а как будто втянулся в землю. И мы увидели, что стоим на берегу у устья реки около той самой машины. Немного постояв и обменявшись несколькими фразами «Да не может такого быть! Да как такое возможно!» мы решили вернуться в лагерь. Несмотря на то, что до лагеря идти нужно было где-то километров 12, это без учета того, сколько мы блудили. Сил на удивление было предостаточно и не мучило чувство голода. Поэтому в этот раз, без проблем и приключений, оказавшись в лагере и поужинав, я так и не найдя объяснения, рассказал другу аналогичную историю косвенным участником, который я стал в 2012 году и о которой забыл, не придавая ей значения. В то время, будучи управляющим автотранспортным предприятием и имея в своем распоряжении достаточное количество автобусов, я регулярно помогал с ними своему товарищу, исследователю Владиславу Трошину. Он, будучи очень интересным человеком и членом русского географического общества, в то же время отличался удивительной эпцентричностью, придавая всем своим находкам на Кольском некий мистический ореол. Вот и в тот раз он увлеченно рассказывал мне, прося автобус для студентов, о посещении уникального места – Восточный Север, который состоит из трех капищ, каждая из которых обладает своим предназначением – лечить, убивать, менять сущность. На одной сопке – сейды, которые лечат людей, на другой – гиблое место под названием Лапа Дракона, и туда ходить нельзя. И третья – между ними, обладая способностью генерировать станцию, похожую на туман, и способную изменить сущность человека. Одновременно он говорил, что нарушение в расстановке камней приводит к непоправимым последствиям. Так, с его слов, не послушав Трошина, профессор Демин нарушил расположение камней, что неизбежно привело его к смерти, сразу по возвращению из поездки на Кольске в 2006 году. А сейчас он должен восстановить последовательность, хотя, скорее всего, это убьет его в течение двух-трех лет. Не особо вникая в эти подробности, как человек рациональный, я предоставил ему подружеский автобус, и он счастливый со студентами уехал спасать мир. За текущими делами я вспомнил о них только ближе к вечеру, но ведь уже поздно, а автобус не вернулся. Набрал Трошина – не отвечает, набрал водителя и услышал. «Да что бы я с ними еще сюда хоть раз поехал! У них деваха исчезла, как сквозь землю провалилась! Ищут уже который час!» Забегая немного вперед, скажу, что девушку нашли в семи километрах от места исчезновения. И так как к поиску были подключены спасательные службы, то информация об этом случае дошла до прессы. Я сейчас не буду углубляться в то, как они все это преподнесли. Эту информацию можно найти в интернете. Я расскажу вам то, что рассказал мне Трошин. А рассказал он следующее. Я провел подробный инструктаж со всеми участниками, как себя вести. Но видно, не все серьезно отнеслись к силам природы. Пройдя мимо мегалитов и лечебных сейдов, мы уже поднялись к алтарю, и вдруг я заметил отсутствие одной девушки. Она, желая сделать красивые снимки, спустилась на плата. Куда в такой последовательности ходить ни в коем случае нельзя. Но заметил поздно. Буквально на глазах на нас стал надвигаться желтый туман. Так он назвал его по одноименной книге Волкова. И я понял, что людей надо уводить. Я быстро организовал спуск группы. Мы практически бежали. Подгонять никого не надо было. Всех гнал какой-то животный страх, взявшийся из ниоткуда. Убедившись, что группа в безопасности, я вернулся в туман, и я знал, что надо делать. На ощупь, найдя первый алтарь, я снял с него камень. И туман буквально на глазах исчез. Но девушке не было видно. Хотя с вершины сопки отличный обзор. Отобрав из группы несколько ребят, мы безуспешно прочесывали окрестности. Но нас было мало и надвигалась ночь. Поэтому мы обратились к спасателям. И уже с ними через два часа нашли ее в 7 километров от капища, сидящей на песчаной косе у реки, проходящей через Север. Она бормотала, что через три года он придет за мной. Я понял, что произошло что-то непоправимое, и ничего ей не говоря, подвел к одному из алтарей по дороге назад. Зная, что делать, я забрал все на себя. И времени здесь мне осталось совсем немного. А многое нужно было исправить. Я, быть может, и забыл бы про эту историю. Но примерно через указанный срок Трошина не стало. В 2017 году, собрав группу энтузиастов, мы решили посетить Север и посмотреть, что же он из себя представляет. Проработав некоторые документы, я нашел то, что в 1886 году финская экспедиция на Кольском посещала это место, судя по отметке, оставленной на карте. Подробного описания найти не удалось, но сам факт привлечения внимания ученых к Капищу говорил о том, что место непростое. Рассмотрев на спутниковых картах окрестности Капища, стало понятно, отчего одна из сопок называлась Лапой Дракона. На ней есть озеро, имеющее действительно похожие очертания. Вспоминая рекомендации Трошина, мы поднимались по западному склону и действительно проходили по целому скульптурному парку сейдов, самых различных форм и конфигураций. И мы начали давать названия. Хорек, собака, лодка. Место действительно потрясающее, и чувство переполнения энергии ощущается независимо от того, во что и как ты веришь. На самой вершине первого Севера стоял алтарь. Самовнушение подействовало. Или действительно камни излучают что-то. Но наша спутница, которая всю дорогу жаловалась на боль в спине, после пяти минут на алтаре, прыгала по скалам, как сайкак. В тот раз ничего плохого с нами не произошло. То ли мы все правильно делали, то ли Трошин все-таки нейтрализовал это место. По крайней мере, пропажи людей в этих местах, о которых писала пресса в 2012 году, прекратились. Но зато появились медведи. Вот на этой радостной ноте статья товарища майора практически заканчивается. И мне бы хотелось бы сказать вам, что, дескать, где тут правда, а где вымысел, решать вам, как я обычно делаю это в своих сказках. Но увы, ибо там, где появляется товарищ майор, сказки заканчиваются. Единственное, о чем он не упомянул в данной статье, ссылаясь не на творческий, а на серьезный и документальный подход к вопросу о загадочном событии, произошедшем в июле 41 года. А это событие напрямую связано с туманом. А суть события такова. В самом начале войны, когда немцы начали свое наступление, их накрыл туман. А в результате сразу же погибло около ста нацистов. И неизвестно, сколько пропало без вести. То есть исчезло. Товарищ майор обещал сварганить по этому поводу подробную документальную статью, с которой я вас обязательно познакомлю. Ну а в следующем выпуске вас ожидает шок, сенсация и полный разрыв мозга. Мы наконец-то опубликуем документы, кто же на самом деле и главное когда построил ту самую канатную дорогу, о которой я уже рассказывал в одном из своих выпусков. Но тогда у меня возникало больше вопросов, нежели чем ответов. И вот теперь ответы появились. Но не будем торопить события, потому что далеко не всем эти ответы понравятся. Спасибо за внимание. Всего вам доброго.